Русскому бильярду не нужно, я уже повторяю, русскому бильярду не нужна никакая Европа, русскому бильярду ничего не надо, русскому бильярду одной России будет вот так достаточно, это национальный вид спорт, здесь в России очень много людей, которые любят этот бильярд, русский, очень много людей, которые играют, и эти люди тоже самое получают, такой же плевок, я считаю, это неправильно, несмотря ни на что. Недавно мы беседовали с Асланом Бузоевым, он сейчас ушел целиком в снукер и говорит, что при всем уважении к русскому бильярду, но именно будущее за снукером, по его мнению. Я не могу запретить ему так считать. Конечно, ему никто не может запретить так считать, но если будут такие руководители, то конечно. Наверное, есть человек, который очень любит, Саша, пул и снукер. Я не против пула и снукера, на самом деле я не против, но это должно быть параллельно и не должно. Ущерб чему? Ну, я не знаю, конечно, там может быть и за снукером будущее, но я не вижу в нем, я не могу понять, это как убрать баскетбол, сказать будущее за футболом. Мы не можем играть в баскетбол, а я считаю, что за русским бильярдом русское будущее, за русским бильярдом, а не за снукером, а не за пулом. Никак. И сделать, были строгие лузы, были этот, весь смысл-то в том, чтобы строгую лузу забить шар. Вот, это все убрали, нам навязали пулы русские на это, ну. Саша, у всех спрашиваю по поводу строгости стола. Есть норматив 72-73 миллиметра, и вот если делать по нормативу, стол относительно получается свободный. Ну, это не от стола, только от резины зависит. Вот мы играли, допустим, в Уссурийске. Как там? Просто резина очень хорошая. Вот, резина, она там, ну, то есть... Тяжело продавить, да? Ну, она не продавливается, ее не тяжело продавить, она просто не продавливается. Ну, такая вот резина, и там, вот, сохраняется эта изюминка, то, что надо, то, что ценность шара. А у нас ценность шара, убрали, сказали, какое-то телевидение какое-то, а ему не надо телевидение. Биллиарды русскому. На самом деле, ему не надо, это, мне кажется, как гольф. Вот, вот, гольф в олимпийский вид спорта зовут, он говорит, нам не надо там находиться. А русский биллиард, ему не надо выходить на такие, этот, ему хватает одной России. Я еще раз повторюсь, одной России хватит вот так вот. И приедут, и будут учиться, так же самое. И будет... Да ведет Иван Игнатьевич призовой фонд до измерения в евро уже. Да, дай Бог здоровья Ивана Игнатьевича. На самом деле, я думаю, что одному ему будет... Тяжело? Ну, конечно, тяжело. Тем не менее, его турнир, да, показатель того, что приехало, 207 человек. И несмотря на то, что там даже повылетали, кто попроигрывал, я не слышал ни от кого. Все довольны. Хорошие... И тем не менее, зрителей же, да, все равно в интернете много. Интересно смотрят, сидят, не уходят, ничего. И зачем? Ну, на... Вот, кстати, все-таки от многих слышу, что Саша Паламарь это кумир. Это такой человек, на которого хотят равняться. Притом даже не то, что юные игроки, но и зрелые биллиардисты. Вот по 6 часов сейчас. Как тяжело играть все-таки? Вот почему нет того Паламаря, который был вот на первых САИДе турнирах, который был там в 12-м году и раньше? Что произошло, Саша? Ну, я это связываю только, допустим, с отсутствием турнирной практики. Отсутствие мотивации. Отсутствие мотивации ввиду того, что первый турнир более-менее был, да, там, Кубок Мэра, там, несмотря на то, что... Ну, с призовым фондом. Это был первый турнир, там, в мае в году. Всего раз-два и учился, да, конечно. Ну, с января, по мае, я занимаюсь тем, у меня есть большая семья. Я не могу так себе позволять, чтобы я просто ждал какого-то там Кубка Мэра или еще. Я занимаюсь биллиардом. Я тренирую, у меня есть люди, я занимаюсь с людьми. Но всем известно, что когда ты начинаешь заниматься, да, с людьми, естественно, свои результаты становятся и похуже, и то. И приходится где-то жертвовать даже своим я, своим самолюбием ради того, чтобы уже взятые на себя ответственности доводить до конца. Ну, и еще при том, взрослеешь, другие ответственности, биллиард растет, люди становятся играть лучше, и молодые лучше, и все. Жизнь идет, это нормальный, естественный процесс. Я не могу сказать, что что-то неестественно. На самом деле все закономерно, там, ну, не могу сказать, что там за выход на такой стадии я должен проигрывать, да. Да, но, тем не менее, тем не менее, поиграть были некоторые моменты, да, что я это считаю только за счет, ну, там были какие-то наказания, да. При том, что там хорошее я делал некоторые, некоторые были позиции, из плохих позиций он там выходил от того, что безвыходные ситуации, некуда там отыграться. Единственный удар был забивать, ну, вот он забивал, но все равно это, ну, нормальные процессы. Я думаю, что, конечно, это еще не все, да. У меня желание есть играть сейчас. Я думаю, что вот у нас будет там отборочный, в этом году я еще хочу на отборочный чемпионат Украины съездить, там, ну, может, личные команды чемпионата мира, возможно, возможно, там, пройти отбор, взять. Если нет, ну, если не будет, то какими-то другими способами попробовать в федерации, может, ну... Сейчас речь идет именно о командном чемпионате мира. О командном, для того, чтобы на командный чемпионат мира попасть, у нас же так не просто попасть на чемпионат мира командный. Нам надо пройти отбор, нам надо пройти... Ну, вот, я... Ну, в принципе, вот, может, ребята приедут, вот, в Харьков, там, может, Артур Пивченко, Паша Родионов, там, Сидоров там будет. Вот, может, подготовимся там все вместе, будем играть. Все равно, ну, как бы, игровая практика обязательно нужна, несмотря на то, для того, чтобы легче входить в игру, чтобы... На самом деле, вроде играешь в порядке, и удары все делаешь, а вот так вот цепко войти в игру не получается. И чувствовалось как раз-таки, что не хватает именно вот этого уверенности, что забыло пищами, вот просто столько много часов за столом, и что вы можете это просто сделать? Ну, на самом деле, так и было. Конечно, командный чемпионат очень много теряет, если вы там отсутствуете, потому что за братьями-половарями очень интересно наблюдать, особенно в этом формате. Желаем, чтобы все-таки у вас получилось. Мы постараемся приложить все усилия для того, чтобы... В первую очередь, какие усилия, это то, что мы просто пройдем отбор и попадем в основном составе на этот командный чемпионат мира. Удачи вам! Спасибо большое! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok